В зоне подтопления во время паводка могут оказаться 11 муниципалитетов. Главы этих поселений проводят максимальную подготовку к весеннему половодию. Она включает определение места эвакуации и размещения населения, подготовку необходимого оборудования, достаточного запаса продовольствия и медикаментов. О готовности населенных пунктов к паводку говорили на заседании комиссии администрации округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 60 домов в Красном, 6 в Куе и 10 в Осколково. Глава Приморско-Куйского сельсовета рассказывает о количестве объектов, которые могут попасть в зону подтопления во время паводка. Предусмотрена ситуация, когда поселения могут быть оторваны друг от друга. Для этого создан запас топлива в котельных, продовольствия и медикаментов. На эти цели в местном бюджете предусмотрено 160 тысяч рублей. На сегодня есть опасения по поводу переправы людей через реку Куя. Переправа через реку Куя налаживается жителям самостоятельно. Какой-то официальной переправы нет. Но там есть такие моменты, когда широкий разлив несет лед и тащит лодку через лед. В принципе, это вызывает опасения. Но процесс этот остановить в принципе невозможно, потому что почему-то каждый день очень большому количеству народу ехать в город на Римар и обратно. Беспокоится глава сельсовета из-за прочность песочных дамб. Их засыпали в прошлом году в районе Березовый, который сильно пострадал во время паводка. На заседании прозвучало предложение засыпать песок в мешки. Это повысит прочность противоводных сооружений и сэкономит средства на отсыпку. По мнению начальника отдела ГОИЧС администрации Наринмара, засыпать песок в мешки нет необходимости. Песочные дамбы укрепляются самостоятельно с каждым годом. Как показывает практика последние годы, слежавшийся песок ведет себя тоже достаточно эффективно. То есть, допустим, касается непосредственно противопаводной насыпи в районе Сахаринского переулка. Единственное, что, конечно, в 2014 году, когда вода была порядка 6,42, естественно, в двух местах подмыло. Основные песочные ограждения города были сделаны осенью. На них было направлено 1350 кубометров песка. Еще 2000 пойдет на дополнительную противоводную защиту Сахалина, Мирного, Старого аэропорта и района санаторной школы. В целом, муниципалитеты округа к паводку готовы. Для решения оперативных проблем главы поселений могут обратиться в Комитет обороны Ненецкого округа. Валентина Чебичек, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Продолжение следует...